Приветствую всех на своем канале! Сегодня будем делать торт Сникерс. Для бисквита понадобится 1,5 стакана муки, 2 стакана сахара, 2 яйца, пол стакана подсолнечного масла, 1 стакан молока, 6 столовых ложек какао, по 1,5 чайной ложки разрыхлителя и соды и 1 стакан кипятка. В миске смешиваем все сухие компоненты. Какао и муку нужно просеять. Все тщательно перемешиваем венчиком. Добавляем яйца, 0,5 стакана подсолнечного масла, 0,5 стакана молока и все перемешиваем до однородности. В конце добавляем стакан кипятка. Все перемешиваем. Тесто должно получиться жидким. Такое количество теста рассчитано на 3 коржа диаметром от 18-20 см. Форму вливаем в одну третью часть теста, отправляем в духовку разогретую до 180 градусов на 45 минут. Готовый корж остужаем в форме 10 минут. Затем укладываем на решетку. У меня, к сожалению, не казалось, и я соорудила ее из подручных средств. Потом в коржи заворачиваем пищевую пленку и отправляем в холодильник на 8 часов. Пока сделаем карамель. Для этого нам понадобится 300 г сахара, 200 мл сливок. Сливки должны быть жирные от 30 до 33%. 100 г сливочного масла, щепотка соли. Сливки необходимо подогреть, но не кипятить. В сковороду я высыпаю сахар и оставляю на среднем огне. Вот до такого состояния сахар не трогаем. Теперь начинаем интенсивно смешивать. Чтобы ничего не пригорело. Теперь огонь убавляем до минимума и добавляем сливочное масло. Вот такой вот цвет, такой консистенции должно получиться. Вливаем сливки и небольшую щепотку соли. И продолжаем перемешивать. Карамель готова. Приготовим крем из вареной сгущёнки. Для этого нам понадобится 1 банка вареной сгущёнки. Это 380 г. И 1 пачка сливочного масла. 180 г. Масло должно быть комнатной температуры. Взбиваем миксером, чтобы насытить кислородом. И добавляем вареную сгущёнку. И продолжаем смешивать. Вот такой консистенции должен получиться крем. Теперь приготовим сливочно-сырный крем. Для этого нам понадобится 400 г сливочного сыра Филадельфия. Я его приготовила сама, ссылку оставлю в описании. 100 г сливок 33% жирности и 60 г сахарной пудры. Всё выкладываем в миску и взбиваем миксером примерно 2-3 минуты. Сливочно-сырный крем готов. Часть крема выкладываем в кондитерский мешок. Приступаем к сборке торта. При помощи кондитерского мешка выкладываем сливочно-сырный крем по краю коржа. В центр выкладываем крем из вареной сгущёнки. И сверху кладём обжаренный арахис. Далее поливаем карамелью. Постарайтесь сделать так, чтобы карамель покрывала только арахис. И так проделываем с каждыми коржами. Из-за переизбытка карамели у меня начинка вышла за пределы бортика и сливочно-сырного крема. Так что имейте ввиду. И добавляйте карамели только на арахис. Торт покрываем кремом, выравниваем. Конечно, это у меня не совсем получилось, но я, поверьте, старалась. И убираем в холодильник минимум на 8 часов. У меня торт простоял всю ночь. И теперь нужно покрыть вторым слоем крема. А пока приготовим глазурь для шоколадных потёков. Для этого понадобится половина плитки шоколада с большим содержанием какао, сливки 40 мл 30% жирности и сливочное масло 10 г. Ставим на средний огонь и растапливаться. Вот такая должна получиться глазурь. Глазурь наносим на торт сразу, пока она не загустела. Скажу честно, такой торт я делала впервые. И, конечно же, глазурь у меня постояла. Я не сразу её нанесла на этот торт. И вот такие вот получились потёки. Не очень. Но в следующий раз я учту нюансы и будет торт совсем по-другому. Это была проверка рецепта. Вот так я украсила. Этот торт я делала на день рождения своего сыночка. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем до новых встреч!